Тема будет сложной, она вызовет вопрос и многие ее вообще не поймут или поймут искаженно. И это нормально, ее почти невозможно полностью усвоить и ухватить с первого раза, особенно без практики. Из трех характеристик реальности часто говорят о бессамостности, чуть реже об изменчивости, но очень редко о неудовлетворительности. Мы лишь коснемся одной из ее граней, так как фундаментальные характеристики реальности глубже, чем может показаться. Итак, есть утверждение – все вокруг обусловлено изменчиво и как результат неудовлетворительно. Кратко фраза звучит таким образом – все обусловленное неудовлетворительно. И на этом моменте многие, не имеющие терпения разобраться, бегут в страхе. Но я надеюсь, вы не такие, у вас есть смелость посмотреть в лицо реальности и силы найти ответы, как быть с этим. Хотя, если сейчас вы находитесь в сильно угнетенном состоянии и не готовы говорить о не самой приятной части нашей реальности – пропустите пока это видео, к нему можно вернуться позже. Буддизм не просто утверждает что-то, всегда дается конкретное решение проблемы. Но без обсуждения самой проблемы невозможно приступить к процессу улучшения ситуации. Разберем на примерах, постепенно погружаясь глубже. Вот живет человек, и он представляет себе, что его брак будет идеальным, его родители заботливыми, его работа приносящая радость и высокооплачиваемой, здоровье крепким, богатство будет только расти, регион, в котором он живет, будет бесконечно процветать, правители будут думать о его интересах, друзья станут надежной опорой, дети будут его любить и вырастут именно такими, как он себе представлял. Его тело будет вечно молодым и красивым. Уже можно заметить, что это несколько абсурдные запросы. На бытовом уровне, пусть и мутно, даже не размышляв об этом всерьез, мы понимаем, велика вероятность, что даже если что-то из этого сложится, как мы себе представляем, другое, нет, не получится. Или получится, но не так, как мы думали. Даже если есть на планете тот, у кого идеальные родители, крепкий брак, прекрасная работа, прямо невероятно все хорошо, не жизнь, а сказка, что-то из его запросов пойдет не так, и он будет несчастен по этому поводу. И сто процентов, вне всяких сомнений, всех нас ждет болезнь и смерть, как самого человека, так и его близких. И нет, это не депрессивно, не пессимистично, это то, какова реальность, в которой мы живем. Ни один из людей, проживших достаточно долго, не станет этого отрицать и запросто перечислит вам, что в его жизни пошло не так, кого он потерял. Те, кто это отрицает, просто закрывают глаза и думают, что их не видно, то есть живут в активно неверной интерпретации реальности. Ведь они не просто так думают, они говорят и действуют, словно ничего этого нет. И именно эта интерпретация вредит людям намного сильнее, чем сами события. Лгать себе не полезно, и это не приводит к хорошим результатам. Но зачем нам обсуждать такие мрачные вещи, так же можно загрустить, потому что они мрачные только пока вы их не обсуждали, только пока вы о них не думали. Они словно силуэт демона в темноте, который, если включить свет, окажется не более чем футболкой, брошенной на стул. Буддизм учит именно этому. В сутрах после слов Будды часто повторяется фраза. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий мог увидеть. Это видео вообще не о печальном, а о радостном. Постепенно некоторые это поймут. Дело в том, что есть другой способ отношения к этим фактам. Способ мудрый, спокойный, счастливый, гармоничный. Подумали, увидели, нашли верное отношение и можно расслабиться, можно освобождать себя. Но пока человек избегает этой темы, пока он активно неверно интерпретирует реальность столкновения с самой жизнью, будет ранить его намного сильнее. Пока человек пребывает в иллюзии, что должно быть иначе, он будет страдать, будет несчастен. И мы можем видеть, как полностью здоровые, красивые, молодые люди убивают себя из-за того, что им изменила девушка или парень. Как обеспеченные, богатые сидят и грустят, потому что потеряли часть своих денег. Как те, у кого прекрасно почти все, ходят напряженные в страхе это потерять. Но как можно понять, принять и расслабиться в такой реальности? Само употребление фразы в жизни пошло не так, не совсем корректно. Это уже ошибка. Так как все существует и происходило именно таким образом, который соответствует реальности. Ведь все обусловлено окружающим, обусловлено прошлым, находится в причинно-следственной связи, уходящей в бесконечность, в прошлое и в будущее. Все состоит из частей, части влияют друг на друга, все взаимосвязано со всем вокруг и изменчиво. И как результат, да, все обусловленное неудовлетворительно. Это нормально. Если сломалась ваша дорогая техника, ничего удивительного так и должно быть. Вы же видели, какая она сложная, состоит из тысяч частей. Если умерла ваша собака, это не сюрприз. Все знают, что срок жизни собак меньше, чем наш. Если экономика мира пошатнулась и это сказалось на вашем богатстве, обычное дело. Так было всегда и будет всегда мир огромен и экономика изменчива. Если по прошествии многих лет ваша жена или муж состарились и теперь не такие красивые, как в молодости, так и должно было быть. Но мы знаем это концептуально. Просто в виде мысли. Причем такой, которая находится где-то на периферии сознания. Мы обычно ее гоним от себя, игнорируем и глубоко в нее не погружались. Так как боимся ее. И не знаем, что с ней делать. А зря. Из-за этого мы расстраиваемся, когда ломается техника. Рыдаем и убиваемся чрезмерно, когда умирает наша собака. В шоке, когда экономика в упадке и в странах проблемы. Никогда такого не было и вот опять. Страдаем и несчастны по тысяче причин. Раз за разом. Только все наладится и снова идет не так. Даже в мелочах. Поели и через несколько часов снова голодны. Переели и теперь вам нехорошо. Под одеялом жарко, без одеяла холодно. Но вот вы подумали об этом. Превознемогая желание убежать и отвлечься, увидели эту характеристику реальности. Что дальше? Как найти выход из этого и превратить неприятные ощущения от рассмотрения этих фактов в спокойствие? Будда говорил. Пока я не понимал, как оно на самом деле, я не был освобожден. Всегда пребывал в ментальном искажении. Я понял, как оно есть. Опасность как опасность и спасение как спасение. Я смог заявить о выходе за пределы, о достижении освобождения от таков. Постоянно мне пребывание в ментальном искажении. Я смог заявить, что я достиг совершенного и правильного освобождения. Итак, практикующий видит красивый предмет. Например, дорогую технику. Отличная вещь. В самой ней нет никакой проблемы. Отличие практикующего от нетренированного человека в том, что нетренированный человек сразу же вцепится в предмет. Он не видит очарованность, за которой следует разочарование. Не знает, что такое чрезмерное цепляние. Какова опасность в этой очарованности и чрезмерном цеплянии. Игнорирует, что все обусловлено и изменчиво. И в итоге он начинает быть несчастен почти сразу же. Сперва потому, что у него нет этого предмета. Потом, когда он его получит, порадуется недолго и будет бояться его потерять. После того, как предмет сломается, он будет несчастен уже из-за этого. А потом захочет новую вещь и все повторится. По сути, одни сплошные расстройства, изредка сменяющиеся радостью. Но если вспомнить, что он также относится ко всему в жизни, то это ужасающие горки вверх-вниз, которые его же истощают. Ноги ломаются. Кто-то наживает себе неврозов или легких психических расстройств. Кто-то сломает свой ум, а кто-то начнет творить ужасные вещи с собой и другими, погружаясь все глубже в свой персональный ад. Аналогично с романтическими отношениями. Страдает, что у него нет девушки. Боится ее потерять. Теряет, разбит и сломлен. Хочет другую, и новую, и снова, и снова. И вновь подчеркну, проблема не в вещах, богатстве, женщинах, мужчинах. Не в этом, а в восприятии и следующем за этим поведении. Как будет действовать практикующий? Человек тренированный, мудрый. Он увидит на витрине дорогой предмет, и сразу же в его уме развернется цепочка. Вижу привлекательность. Помню о реальности, об обусловленности, изменчивости, помня об опасности, не впадаю в избыточное очарование и чрезмерное цепляние. И все. Он может свободно покупать этот предмет, пользоваться им, получать все бонусы, всю радость, но не становясь несчастным, не страдать. Вижу красивую женщину, которая мне нравится, без проблем. Если у меня сейчас нет отношений, можно начать отношения с ней. Но когда мы расстанемся, я не буду убивать себя или ее, или рыдать годами, так как заранее не вел себя как глупец, помнил о характеристиках реальности, не впадал в чрезмерное болезненное цепляние. Ведь это нормально, что она может меня бросить. Человек невероятно сложное существо, отношения романтические, это один из самых комплексных видов взаимодействия. И что предметы, что романтические отношения, богатство, страны, погода, все это обусловленное. Практикующий, мудрый, помнит нелепо ожидать от обусловленного абсолютной стабильности и тотальной удовлетворительности. Зачастую наш ум, как собака, когда возникает мысль, желание, он словно пес сразу же бежит, высунув язык, чтобы схватить эту брошенную ветку желания. Но разумно не бежать сразу, а сперва повернуться к тому, кто эту ветку бросил. Здесь есть тонкий момент, опасность, в которую многие могут провалиться. Некоторые начинают все порицать, становятся истощенными аскетами, ни в чем для них нет радости. Весь мир плохой, жуткий, все бренный пепел. Это словно выбраться из одной ямы и прыгнуть сразу же в другую. Это действие из страха. Они увидели опасность, они увидели неудовлетворительность обусловленного. Уже полдела. Но не нашли в себе храбрости. Испугались и начали убегать, стремиться к растворению, даже к самоуничтожению. Но от реальности не убежишь. Будда не призывал погружаться в самых тонких мирах, уходить в бесконечную медитацию бесформенных уровней, там не найти освобождения, там тоже сансара, тоже дукха, пусть и тонкая. Именно поэтому Будда не остался в высших уровнях медитации, состоянии без форм, а вернулся в четвертую тхьяну уровня форм, в которой возможно мышление, и именно там нашел освобождение. Тренированный практик смело смотрит на объект, видит его природу и не отворачивается, преодолев свои порывы. Ведь пока человек бежит к объекту или от объекта, он не свободен от него, он вращает в свою жизнь и внимание вокруг этого. Глупец не видит, умный видит, но боится, мудрый видит и не боится. В некотором смысле практикующий буддист разбирает себя и всю реальность вокруг до самых базовых составляющих и собирает обратно уже без страха, без чрезмерного цепляния, расслабляется в хаосе мира. Все проходит сквозь него и не в силах причинить ему вреда. Таким образом он освобождается. Это, конечно, непросто и дается далеко не сразу, ни за полчаса и ни за месяц. Это процесс. Но каждый шаг на этом пути уже делает нашу жизнь легче. Осознание этих фактов — это мудрость, а обучение себя верному реагированию и отношению — это практика. Мудрость и метод, теория ее применения. Как всегда, они должны работать вместе. Будда говорил, бывает так, что в нем возникает желание обретения. Он побуждает себя, старается, прилагает усилия, чтобы получить обретение. Или не побуждает себя, не старается, не прилагает усилий, чтобы получить обретение. Он не получает обретение или он получает обретение. Из-за этих обретений или из-за недостатка обретений он не печалится, не горюет, не плачет, не рыдает, не бьет себя в грудь, не становится обезумевшим. Вот в чем суть. Не печалиться, не сходить с ума. Получили славно, не получили, но и ладно. С таким вот отношением подумайте о чем-то, что вас мучило. Прочувствуйте этот момент, освобождающее ощущение. Вот к этому освобождению, вот к чему действительно стоит двигаться и прилагать усилия. Не напрягаясь, но и не останавливаясь. Это искусные, правильные усилия. Если вы буддист, то вам разрешено не напрягаться. Может и хотелось бы расстроиться, распереживаться, стать несчастным, но религия не позволяет, что поделаешь. Начинать лучше с простого. Когда будете покупать себе новый предмет, потренируйтесь прямо у витрины изначально распознать природу этих вещей, и не впасть в чрезмерное цепляние, в очарование, при этом не склонившись и в другую крайность. Не потеряв радости от использования. Отделить испорченные семечки от вкусных. Взять все самое лучшее, не потеряв ничего. Идеально не получится, и это совершенно нормально. Но вы уже заметите, насколько станете спокойнее и радостнее. А когда этот предмет испортится, потеряется, сломается, вы поразите себя и окружающих тем, как расслабленно к этому отнесетесь. В конце концов, это угнетало вас всю вашу жизнь. А если принимать гипотезу по смерти о бесчисленной жизни до этого, но теперь, наконец, вы можете разрешить себе перестать страдать, прекращать быть несчастным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова